Даю представление о... 54 года назад я начал сочинять цикл стихов о многих шестиногих. Всё это время я их дорабатывал, перерабатывал, некоторые даже в корне изменил, а закончил совсем недавно. Короче, сейчас прочту. О многих шестиногих в стихах довольно строгих мы каждому из вас расскажем без прикрас. О разных насекомых сегодня речь пойдёт, и в них своих знакомых пусть каждый узнаёт. Ты не знаком с дровосеком жуком? Он поедает свой собственный дом. Не понимаю, куда он глядит. Рубит он сук, на котором сидит. Ты повстречаешь наверняка в каждом лесу вот такого жука. Скоро загубит жука аппетит. Рубит он сук, на котором сидит. Дровосек жук-жук топором стук-стук. Рубит сук-сук-сук, на котором он сидит. Не смолкает серенада. Ум-ца-ца поёт цикада. Но возьмёшь цикаду в руки, и умолкнут сразу звуки. Если любишь серенаду, отпусти скорее цикаду, и родное Ум-ца-ца будет слушать без конца. Ум-ца-ца, Ум-ца-ца, Ум-ца-ца. Назойливая муха ни голоса, ни слуха. К тому ж твоё жужжание совсем без содержания. Хотя гуляют слухи, что не обижу мухи, но так и рвётся фраза. Ты страшная зараза! Летать коровка может? Представь себе, летает. Не зря коровку божьей все люди называют. Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба, чёрного и белого, только не горелого. Крылатая коровка уселась на ладошку, её подбросим ловко и скажем на дорожку. Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба, пирожков отрушек, сухарей и сушек и печенье пачку. И, конечно, жвачку. Ты знаком с такой невеждой, что питается одежды? Не знаком? Тогда позволь мне тебе представить моль. Шубу, шубу, шубу ем, шубу ем не спеша, шуба, шуба, шуба всем, шуба всем хороша. Наша моль ужасно любит провести всё лето в шубе, но мешает враг один по прозванию Нафталин. Шубу, шубу, шубу ем, шубу ем не спеша, что это шуба не совсем. Тьфу, Нафталин, испортил песню! Всю ночь зудел, всю ночь зудел, зудел, зудел комар. Я спать не мог, я спать не мог. Какой, какой кошмар! Я свет гашу, я свет гашу. Он снова тут, как тут. Я не встречал, нет, не встречал таких больших зануд. Про этого зануду стихов писать не буду. Старый клоп в ночной тиши обучал клопят. Люди очень хороши, если крепко спят. Баю-бай, баю-бай, спите, люди, до утра. Баю-бай, баю-бай, детям есть пришла пора. Проложи себе тропу и не встреть беды. Трудно бедному клопу ночью без еды. Баю-бай, баю-бай, спите, люди, до утра. Баю-бай, баю-бай, ведь клопятам есть пора. Есть у нас один лишь выход, и запомнить нужно впредь. тихо-тихо, очень тихо эту песню надо петь. Баю-бай, баю-бай, спите, люди, до утра. Баю-бай, баю-бай, нам поужинать пора. Светлячок Светлячок это сон. То ли есть, то ли нету. Мир во тьму погружён, но он тянется к свету. Светлячок так красив, и вокруг так красиво. Этой песне мотив мелодичен на диво. Днём обычный червячок, ночью в новой роли. Ваша светлость, Светлячок, вы волшебник, что ли? Вот бабочка красавица, но мне она не нравится. Где бабочка опустится, капуста там скапустится. Всего два дня ей стукнуло, а стыд какой родителям. Была прелестной куколкой, а выросла вредителем. Кочаны, кочаны, кочерыжки поглощаются без передышки, и теперь не получат детишки очень вкусный капустный пирог. Где же вы, кочаны, кочерыжки? По прыгунь стрекоза лето красное пропело, а глянуться не успело, как зима катит в глаза. Сказал так дедушка Крылов, создатель умных басен. Но с вами, дедушка Крылов, я не совсем согласен. По прыгуня стрекоза к муравью домой явилась. Приютить ее просилась, на пол капнула слеза, но рабочий муравей стал воспитывать шалунью заводную по прыгуню. Попляши, сказал он ей. Ах, милый дедушка Крылов, хоть стрекозу на халку твой муравей прогнать готов, а мне стрекозку жалко. Я тебя домой впущу, накормлю и отогрею. Попляши и спой скорее, за талант я все прощу. Говорят, на белом свете ничего нет вечного. Ну, а вы слыхали, дети, про сверчка запечного? За окном мороз, снег валит, а сверчок поет, печку хвалит. Хороша ты, моя печка, для житья беспечного, очень теплое местечко для сверчка запечного. За окном мороз, снег валит, а сверчок поет, Бога хвалит. И была земля однажды, волей Божьей создана, значит, каждая букашка для чего-то нам нужна. Друг на друга мы не похожи, чудо из чудес, мир Божьей. Ну, а почему я взялся за этот цикл и о том, как стихи стали песнями, а песни стали мультфильмом, я расскажу вам в следующем выпуске. Субтитры